Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мне очень приятно рассказать о новой технологии, которая стремительно врывается в нашу онкологическую жизнь. Это технология в детекции флуоресценции эндецианина зеленого при ангиографии и лимфографии. В последние годы мы не имели возможности пользоваться этой технологией из-за некоторых трудностей с контрастным препаратом, но на сегодняшний день мы, к счастью, имеем возможность и использовать контраст эндецианин зеленый и целый ряд технологий для его определения при различных онкологических показаниях. Эта технология очень важна, поскольку делает хирургию более безопасной. У меня есть личный опыт использования этой технологии при операциях на пищеводе, при операциях на толстой кишке, при выполнении лимфодисекции, при раке молочной железы. И, конечно, универсальность и безопасность этой технологии поражают. И самое главное, те преимущества, которые получают наши пациенты при ее использовании. Я искренне верю в то, что пройдет немного времени, и без этой технологии будет сложно представить себе практику хирурга-онколога. Если говорить конкретнее, то я бы упомянул такие важные для специалистов по хирургии органов пищеварения направления, как в первую очередь, конечно, резекции пищевода с пластикой с желудочным стеблем, поскольку это опасная хирургия. Хирургия, чреватая развитием несостоятельности изофага гастроанастомоза, в некоторых случаях изофага полуанастомоза, если мы говорим о полопластике, или некрозом желудочного кондуита. И в данном случае использование индуцианина зеленого позволяет непосредственно на операционном столе напрямую увидеть, как контрастируются сосуды желудочного трансплантата или толстокишечного трансплантата и определить тот уровень, где безопасно сформировать анастомоз. Это та область, где, к сожалению, не существует другого столь же надежного способа профилактики несостоятельности анастомоза или некроза желудочного стебля. И это осложнение, которое очень часто приводит к сепсису и фатальному исходу. Поэтому мне кажется, что использование индуцианина зеленого в хирургии пищевода – это абсолютная необходимость. Безусловно, существуют и убедительные данные о том, что это важно в хирургии рака толстой кишки, и особенно при резекциях левой половины ободочной кишки, при резекциях прямой кишки. Поскольку именно в этой зоне чаще встречаются несостоятельности анастомоза, по статистике, если мы говорим о раке ободочной кишки, то обычно от 5 до 10 процентов пациентов в зависимости от клиники и каких-то особенностей технических сталкиваются с этим осложнением. В хирургии рака прямой кишки зачастую этот процент выше из-за облучения, особенности анатомии таза. Показано уже в ходе, в том числе, рандомизированных исследований второй фазы, что использование детекции индоцианина зеленого, то есть флуоресцентной ангиографии, позволяет существенно снизить количество несостоятельности, поскольку прямо во время операции, как выполняемой лапаротомным доступом, так и выполняемой лапароскопически, хирург может видеть непосредственно ту линию, линию демаркации, если, например, участок кишки кровоснабжается недостаточно, и изменить интероперационно тактику пересечь кишку чуть выше для того, чтобы у пациента не развился в последующем микроз анастомозированной тишки или несостоятельности анастомоза. Конечно, этот метод не является панацеей, в любом случае сохраняется вероятность технических ошибок при формировании анастомоза, индивидуальных особенностей пациента, например, наличие дивертикулов, толстой кишки, которые также могут привести к несостоятельности, но показано, в том числе, и в рандомизированных исследованиях, и проведенных в российской практике в коллективе Медицинского национального исследовательского центра коллапрактологии, что практически в два раза снижается число несостоятельностей при использовании этой технологии. Мне кажется, это очень важно. И нельзя забывать о том, что все-таки с каждым годом все больше пациентов, страдающих раком желудка, раком толстой кишки и опухолевые являются на более ранних стадиях, и в целом ряде случаев мы действительно начинаем задаваться вопросом, а не оправдан ли отход от рутинной систематической лимфоденектомии в объеме D2 или D3 в пользу более индивидуально ориентированной лимфодисекции, в частности, при раке желудка, при ранних формах рака желудка. Хотя это более исследовательское направление на сегодняшний день, но тем не менее проводится изучение возможностей лимфографии с помощью индуцианина зеленого именно по такому показанию, когда непосредственно в начале операции рядом с опухолью врач-эндоскопист вводит в подследистый слой контрастный препарат, и хирург может наблюдать, как заполняются контрастные лимфатические сосуды и определить стражевой лимфатический узел прямо по ходу операции в брюшной полости. Если раньше мы говорили о том, что это возможно и необходимо при раке молочной железы и при меланоме, что, кстати, с помощью этой технологии возможно, то теперь мы можем расширить показания к детекции стражевого лимфатического узла в хирургии рака желудка, в хирургии рака толстой тишки и особенно важной в хирургии рака эндометрия, где существуют пациенты с промежуточным риском метастазирования в поддушно-тазово-лимфатические узлы, и в этой группе пациентов очень активно проводятся исследования, которые, мы надеемся, в последующем позволят индивидуализировать показания к систематической тазовой лимфоденоктомии. Мы сможем уменьшить целого ряда пациенток тяжесть вмешательства и улучшить качество их жизни. Еще одно очень важное применение этой технологии – это оценка кровоснабжения различных перемещаемых лоскутов, и это не только прерогатива пластических хирургов. Конечно, эта технология очень важна, если в клинике активно применяются пластики молочной железы собственными тканями или, как сейчас, нередко применяется технология комбинированная, сочетание асинтетических имплантатов и укрепление их различными мышечно-жировыми лоскутами. Но и в хирургии абдоминальной, когда мы говорим о сложных операциях, экзонтерациях малого таза, когда требуется пластика, промежность с помощью ягодичного лоскута или перемещенного лоскута прямой мышцы живота на сосудистой нюшке или лоскута приводящих мышц бедра. Во всех этих ситуациях использование индуцианина действительно делает более прецизионную работу хирурга и позволяет четко определить кровоснабжаемые границы лоскута до избежания краевых некрозов, инфекционных осложнений. Технология флуоресцентной оценки свечения индуцианина зеленого, как при лимфографии, так и при формате ангиографии, является, наверное, одной из наиболее перспективных и важных технологий в современной хирургии и, в частности, хирургической онкологии.